Это о том, как компанию придумать. Я тоже вспомнила, что все были первой компанией. Хватает одну слов. Она действительно в этом смысле полезная. А я только для вас просто так вспомнила, что я хочу вам дать. Я поняла, что там много есть того, чтобы показать. Могу прямо показать вам. Так. Это арши. Это арши. Склад. Я сейчас сделала тренинг, как делать глобальный стартап. Стратегия запуска глобального стартапа. Почему у нас там не было? Слушай, я не знаю. Это вообще проблема коммуникации. Я сама сейчас узнала, что я сегодня его проведу. Потому что там какой-то спикер принялся. И мне говорят, ну Нас, ты же там хотела. Я говорю, ну ладно, давайте. Я сегодня с одного заказчика унеслась. Пришла. И мне просто идёт. Это, о том, знаете, пошаговая трапа. Технология, как можно предусмотреть. Вы были дети, которые тоже свои идеи придумали. Находу. И мы думали, зачем и как надо охватывать глобальные люди. Так, ещё вниз. Сосанжирс, я отбуду вам. Так. Слушалась. Вот, как вы доставите. Очень много. Да. Да, вот. Ударим ещё. Старолистый. Да. Старолистый. На самом деле, мне кажется, вам правда надо какую-то вот, там, рабочую тетрадь сделать, не знаю, что это значит. А презентацию может потом в группе выложить? А да, это, я всё это делать не могу, знаете, правильно. Каждый тренинг, он живой получается. Сейчас я потрачу почти, наверное, 30 суток на то, чтобы с вами поближе познакомиться и понять, какой вопрос. Ещё это первое знакомство. Спасибо. То есть можно только про вас, я что-то по идее услышала. Некоторые не понимают, сразу скажи. Ну, то есть, я не себе... Мы сами сегодня. Мы сами сегодня. Ну, ничего. Так. Спасибо. Я, к сожалению, сегодня я в тренинге. Говорите на авто. Извини, пожалуйста. Здесь 3.12, у меня завтра тоже по социальному сеграторству. Можно либо посетить, либо посмотреть. Я в таком отношении буду. Пожалуйста. Спасибо, что ты достойчивый. Я в первом году рада. Вот сейчас как раз вы не получаете. А будут в другом? Вопросы в один? Спасибо. 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 Что, в смысле, как интересноСТАН donors занимаются этим работой только в других направлениях? Вообще, в Москве много операционных программ. В том году было 15. А в этом годуiend РОАЗ не меняется. Ну, меньше становятся спонсоров. Вообще, в принципе, они поменялось. Мы сейчас работаем над тем, чтобы, как сказать. Деньги месторов не уходили совсем. Они должны как бы приходить здесь. Проблемой месторов всегда, кто будет нести ответственность за стартапы, кто их выращивает. Потому что все проекты надо дорабатывать. Лёва, например, по твоему проекту, 100 кулов надо будет, 45 килограммов сделать. Очень важно просматривать, кто будет ваш ментор, с кем вы будете работать. Он не один. Потому что каждый ментор, он какую-то свою, знаете, мы же как все свои мечты реализуем. И он вот вас, свою мечту будет реализовывать. Денис, например, Казминев заинтересовался. Слушай, Серёжа тебя зовут? Слава. Извини, пожалуйста. Просто, видите, я их помню наизусть, а не их не помню. Серёжевского. Да, видите, это как-то сублимировалось. А Денис, например, сам заинтересован вообще системой оздоровления. Поэтому, конечно, он собирает все вот эти вот проекты. На Хакатоне у меня было два проекта. По заказу еды здоровой. И второй проект был, ну, тоже там что-то про ведическую. Это диагностика и расстановка, ну, короче, планирование питания. Правда, каждый ментор и каждый инвестор – это тот человек, который, как сказать, что-то хочет сделать, но он тебя увидел, и он собирается этим проектом помочь, заняться и так далее. Чем отличается ментор от бизнеса, от инвестора, от эксперта? Просто разделяйте сразу это на себя. Эксперт – это люди, которые, ну, скажем, профессиональны в какой-то теме, в каком-то рынке. Славка Семенчук великолепен в мобильных приложениях, в продвижении, в брендинге. И я ценю, что он работает с нашими проектами всегда, потому что он в этом the best. Эксперт – это человек, который пришел. Вот я сегодня, да, вот я работаю с вами как эксперт по HR. Это моя работа с 95-го года. Я действительно ее люблю. Вот у меня сейчас отдельная любовь и страсть где-то с начала 2000-х годов. Это стартапы, то бишь начинающие компании, предприниматели, как вот это формировать. Сегодня мы как раз будем говорить, как собирать нужную команду. Сколько человек должно быть, как доли распределять, не распределять, как платить. Это, в общем-то, все темы, которые мы уже много раз проходим со всеми стартапами. Эксперт, вот он отработал, загрузил у вас информацию. Вообще-то в идеале замотивировал, где еще искать, в какую сторону думать. И ты уже сам, как паровоз, несешься туда, куда тебе надо. А ментор – это другая вообще персона. Ментор, как правило, интерпример, предприниматель с опытом, с составом. У него есть свой опыт уже, вот именно раскрутки чего-то. Успешный, не очень успешный. Чем, скажем так, зрелие, личность – это не от возраста зависит. А зрелость все равно – это цельность такая. Тем он эффективнее. Потому что незрелые люди, которые называют себя менторами, еще кем-то там, да? В коучинге. Ну да, вот, например. Это же как раздел психологии – лечение за счет клиента. Вот, поэтому, как бы, вот, или компенсация за счет клиента тоже. Будьте здесь очень внимательны. Ментор – это человек, которому по душе, знаете, с сердцем совпал. Вот это вот очень важно. Вы ему доверяете. Это ключевой фактор. И еще бонус-трек. Хороший ментор присматривается к проекту для того, чтобы дать ему денег. Войти в долю со временем. Либо участвовать в этих прибылях, либо вывести на какие-то рынки. Но изначально ментор берется именно вот за человека, которому он верит, за команду, в которую он верит. И идея. То есть вот Денис вот точно готов там поработать с вами. Не обязательно ментор должен быть один, еще раз повторюсь. Потому что кто-то, например, по рынкам, с кем-то просто по душам. Вот со мной очень многие просто, вот мы и дружим уже очень много лет. Уделяем время друг другу. Потому что просто время от времени надо, знаете, чтоб тебя за косичку кто-то бы тягивал из болотца твоего. И еще очень часто, я тоже очень сейчас много наблюдаю за своими. И я все очень родители. Ну вот. И для меня это правда. Меня многие мамой называют. Здесь у меня ученик Ванька Калыхалов. Вот. Он ВКонтакте написал, что я у него мама. А это... Ну и, короче, реально, у меня сын, вот посмотрите ВКонтакте, в сети написано, Иван Калыхалов. А это не так. Вот так. Писала. Это хохнула вообще. Ну вот. Я неисправляю. Я действительно его считаю вот какое-то мнение своим сыном. Это очень любимый. Я всех люблю. Это жизнь, которую все равно как-то проходим вместе. Иногда маленький кусочек, но это очень важно. Вот. И очень часто бывает так, что ребята дошли до какого-то порога. Ну, прорваться дальше не могут. Вот сейчас я прямо вижу цифры оборотов. В одном уровне 10 миллионов в маленьких кархане. А в другой 50-60 миллионов. Все, и дальше не растет. И в этот момент времени они обычно приходят, обычно говорят, что что-то нет. Ну, как-то это. Надо это. Соло-то. Вот. И как раз надеяться. О, спасибо. И как раз надеяться. Очень важно, чтобы правильно оказался в Музементе. Поэтому. Ну вот. Поэтому очень важно, чтобы в какой-то момент времени с вами нужно, чтобы это оказалось. Инвесторы. Инвесторы. Мы всегда приглашаем. У вас будут несколько демогнеймов. Именно для смотрения для инвесторов. И это очень важно. Быть готовыми и слышать то, что они будут. Потому что инвесторы все равно обучат. Ни один проект, изгunите без денег, без лета. Это, кто-то так не было. Еще про трекеров я хотела рассказать. Это принята такая практика во ФРИИ и некоторых других акселераторах. Трекер – это менеджер проектора. Он четко отвечает, чтобы у тебя презентация была готова к дню, чтобы ты там не филонил, ты там прогулял пять лекций, а кто за тебя родился, что-то сделано там или нет. У них вот такая работа менеджерская. Еще. Используйте трекеры, ну или менеджеров проектов, судьбов. Надо вам что-то сделать, организовать встречу? Говорите. Вот у нас менеджер проекта Светлана. Кто-то у нас есть еще? Пока-то как-то хорошо. Не хватает будет, значит, где-то добавляют будут ресурсы. Потому что это коммуникация. Все проблемы в стартапах от того, что мы не умеем, нужны коммуникации. Не стесняйтесь, берите все. Вы заплатили деньги, берите ровно столько, сколько вам надо. Не надо там скромничать, говорить, что там это. Ну, понимаете, это ваша задача. Вы пришли сюда сделать бизнес. И это ваша цель. Никто, кроме вас, и никому, кроме вас, который не жалит. То, что касается инкрубаторов, я могу больше сказать. У нас есть, ну, через задавание же вопросов, я вам честно ответил. У нас есть несколько целей. Понятно, что это определенный источник дохода. Он покрывает наши косты. У нас есть обязательства в инкрубаторе. И это маленькая доплата заработать менеджеров, которые работают с вами. Иногда экспертов, которые приглашаются. Но это для нас возможность развития самого продукта, движения и так далее. А второе, это инстойный успех. Все акселераторы всегда гордятся, как их последний, инстойный успех. И это есть наша цель. Чем большему количеству людей мы помогли, реальных мы помогли, деньги мы привлечь, потом сделать эффективную, тем лучше. И сейчас еще есть там третья наша составляющая. В инкрубаторе есть точка или место, где мы готовим компании, которые перейдут в следующий год. В технопарк, либо в акселератор. И это некоторый запрос. С некоторыми из компаний у нас даже в денежные отношениях. Например, в Москве тут это наше правительство объявило, что у нас будет 60 технопарков. Инновационные. Нет, дорогие мои, до конца этого года. Это, знаете, ЛКО, Л называют. И кто-то может сидеть, вопрос. Понимаешь, и они сейчас все заметны. А знаете, сколько денег у них вложило государство в технопарки государственные? Это же надо типа отбивать. Отбивают они рабочими местами, созданными, оборотами, которые внутри Москвы обращаются налогами. И поэтому, соответственно, сейчас такая у всех головная боль руководит на технопарках. Кто-то будет сидеть. Поэтому вот наша движуха на уровне руководителей инкубаторов. Вот вот вчера делали, то с ним, ну там, какой-то форум по образованию идет. И мы все обсуждали вот эту проблематику. Все директора технопарков в Москве, в инкубаторах, вернее, в университетах. Потому что нам вообще сейчас это сократили финансирование. Мы все вынуждены, нам надо будет. Мы сейчас придумываем, что происходит. Но, к сожалению, нашу политику несет в сторону детей. Инновации сейчас все от детей. Ну типа, молодежный инновационный творчество, еще что-то такое. Я без комментариев буду заключен. Совсем не прищи сидеть, не к кому-нибудь. А я за глобальным. Потому что на самом деле большинство стартапов нужно сразу двигать на другие рынки. Ну это не потому, что я только что-то принято читала. Ну это не только поэтому. Что бы я хотела вам рассказать. Во-первых, я хочу вам город еще раз там резюмирую, чем я вам город для вас по месту. Мое первое рабочее место, такое официальное, ну да, или даже первый стартап, собственно, по правде говоря, это кадровое агентство, которое трудно устраивало студентов в 95-м году, в Севернского господинситета. В 90-х годах некоторые это помнят хорошо. Жаль, было нечего. Вот, купить было не на что. И вообще нечего купить. Собственно, все были заинтересованы в какой-то подработке. И это очень хорошо проходит. Вот, потом я работала в ответственность-берегательном банке. Вот, 8 лет. Истинная система получения, молодая специалистка, президента, фрага. И вот это, когда я была в здании, заодно обучила там тренинги, формат, проводила в некоторые годы 2000 собеседований. Вот, ну то есть это, это великая школа, в которой я очень ценю. Поэтому я могу быть вам полезна в выстраивании, ну, в подготовке к правильной модели собеседования, когда вы будете отбирать своих людей, выбирать правильные компоновки в структуру команды. Мы это сегодня должны обязательно пройти. Ну, или во двое партнеров. Партнер бизнес, это равно как партнер в начале жизни. Это то, что чему ты точно должен доверять. И правильно распределять, ну, как бы распределять вовремя. Вот, это спрямо важные правила. Вот, после этого я ушла в частный бизнес, в бизнес образование. Мне понравилось заниматься тренингами. И у меня есть моя любимая авторская программа стратегии развития бизнеса. В большей части сейчас программа акселерации на ней строится. Ну, как по этой структуре, это понимание маркетинга, с этого уровня, четкая простройка бизнес-процессов внутри команды, распределение команды, это финансы. И, естественно, все, что касается продвижения природы бизнеса. Вот, так мы иногда готовили целый проект запусков в КОН. То есть, 40 новых компаний. Это очень, да, очень, конечно, помогли. Мне многие даже еще живут и говорят, как они все сделаны. После этого я как-то попала в правительство. Мне захотелось посмотреть, по каким правилам живет государство. И я поработала три года с губернатором первоскладка. И занималась развитием инноваций. Тогда как раз это было модно очень университетов. И там сделали три социальных университета национальными. Например, 250 миллионов рублей. На развитие вузов. Ну, короче, это было для нас такая задачка была супер. Ну, вот, а потом я уехала в Америку. Немножко там пожила и поработала. Вот, приехала уже не одна. Ну, вот, и пришлось поменять карьеру. Ну, в общем-то, правительство, потому что, может, несовместимо осталось в моей жизни. Родила сына. Вот, устроила свой университет. Вот, как-то вот. Теперь занимаюсь юным и вечным. Так что, вот, собственно, в этой связи, если нужно, то, что касается джуара, пронаработки, вот этого, я тоже удалось пронаработать. Вот, инфраструктурные моменты, взаимодействие там со всякими этими центрами, как и типирование, Сережа, для вас тоже может быть полезным. Вы заметили, я всех сколько учеников стараюсь помнить. Вот, я их вообще практически всегда помню. Я сейчас считала, сейчас уже не знаю. Вот, так что давайте, наверное, начнем. Я бы очень просила, чтобы вы сейчас все-таки начали с того, что я Сергей, у меня такой-то проект, очень портка. Специфика проекта. И твое отношение, вот, сейчас, что для тебя наиболее актуально в теме команды. Хорошо? Вот такая для всех презентация, буквально до одной минутки. Хорошо? Потому что, когда мы начинаем рассуждать про команду, это иногда выливается в час. Вот, самое актуальное, самое больное. Если что-то вдруг не будет сказано, еще добавим. Договорились? Сережа, вы очень первые. Давай. Можно не вставать? Я Сергей. Мы делаем технологический стартап, то есть это физическое устройство, которое позволяет говорить по телефону, не доставая телефон. Команда. Это та причина, из-за которой я пришел на серверовый телефон. Честно, Серега, ты один? Да, я один. У меня финансовый... Стартап с одним человеком не взлетает вообще. Никогда. Именно поэтому для меня это главный вопрос. Именно поэтому я пришел в серверационную программу «Вышешного экономики», чтобы собрать эту команду. Минута уложилась. Минута, спасибо. Здравствуйте, еще раз. Меня зовут Илья. Мой проект заключается в представлении программных парадоксов, позволяющих моделирует свою электронную аппаратуру. Значит, команда разработчиков. В этом бренде тебе лучше, дорогой. Ты у меня Асоника. Да. Асоника – это отдельная история. Внутри высшей школы экономики. Это научная разработка, которую мы какие-нибудь уменьки ищем. Правда, Ильуш. Я буду только за, если мы как-то сможем с какой-то мёртвой точки это сделать. Что касается команды, коллектив разработчиков у нас есть. Но опять же, как бы, это интересует сторона, как все ваши взаимоотношения и на кого из разработчиков какую функцию возлагать и, как вот найти к некоторым людям подходы, что тут проходит. Хорошо. Я бы, знаешь, как сказала, вашей команде особенно сильно не достает бизнес-компетенции. Скажи, пожалуйста, а ты будешь генеральным директором? Ну, конечно. Это для меня супер важно. Все, у кого партнёров несколько, я всегда буду задавать один и тот же вопрос. А кто из вас два? А сколько человек у вас должно быть? Вообще, это просто мега важный вопрос. Если ты готов, Илья, брать на себя ответственность, потому что это правда очень важно, кто из вас будет генеральным. Потому что Шалумов, ну, я просто, видите, немножко знаю про проект. Это человек учёный. Вообще, всё, что касается с технологическими разработками, серёжки такой же риск. Те, которые рождают этот продукт, генерят его, как правило, они настолько влюблены, что они просто перестанут, ну, они становятся неэффективными в какой-то момент времени. Особенно, когда надо выходить на новые рынки, перестраиваться. И ещё, у него же другая работа. Бизнес – это бизнес. Это должно давать этому, извини, 20 часов в сутки в течение как минимум лет пяти. Вот это твоё внутри. Я хочу, чтобы ты внутри вот это вот, прям вот уверенно для себя сказал, блин, я готов, я беру это. Ой, я тебе книжку подарю, это тебе будет. Потому что предприниматель – это человек, который вот самое, вы знаете, вот, хоть на Луне, вот хоть на Луне я там останусь, но я всё равно сделаю этот бизнес. Вот это вот внутреннее. Ты должен быть настолько уверен. Вот в стиле этой разработки есть простое правило Вселенной. Под любой товар всегда и стремен. Всегда. Вопрос, большой он или маленький, и как его упаковать, чтобы его точно продать. Вот тоже же ведь задавали тебе правильный вопрос. Нокия там ещё кто-то это всё делали. Почему же и в рынке-то нет? То есть вот, почему же это не носится? То есть, понимаете, да? И у тебя всё то же самое, только у тебя рынок совершенно другой. У тебя очень важно будет всё-таки, как распределяются усилия в команде. Не между разработчиками. Ты в какой-то момент времени должен это точно понять, кому это делегировать. Отойти от производства. А в другой момент времени вы поймёте, что надо уйти от оперативного управления, чтобы заняться реальной стратегией. А ещё если у тебя пойдут международные рынки, чему я очень буду рада. Потому что российский рынок, это только военный рынок, и он закрывает любой доступ к инвестициям. Вообще. То есть это, вот даже сегодня разговаривали, да? Нету рынка. Когда ты навязан на государстве, это не будет. То есть вот, мне важно, чтобы ты нашёл для себя новое рыночное возможность. И какие люди тебе будут нужны вот этого, вот это у тебя. Вот у тебя член, член уже здесь. Хорошо. Но силы в тебе много, уверенность, но прокачай. Вот. Я хочу, чтобы ты выдохнул сейчас. Выдохну тебя глубже. Ты видишь, что у тебя привязанность на механизм. Прямо, это тебе прямо надо будет. У тебя энергия там, что она закрыта. Вот. Это я это. Так, выделю. У тебя прямо, у тебя прорвёт это. Меня зовут Лев. Проект Stormcash построен торговый учёт для, ну, лайнер-сервис для одного футболиста. Команда, ну, у меня есть партнер-разработчик. Ты генеральный? Ну, фактически, да. Отличающий за всё, по сути. Ну, фактически, да. Что у тебя с командой? С командой? С темой управления. С командой у меня не хватает компетенций маркетинга. Продажа эффекции не хватает серьёзных. Ну, я пока этим занимаюсь насколько я могу. У меня есть какой-то опыт, но я не считаю. Такой вот тебе вопрос честный задам. Ты сам собрался маркетинг изучать? Или нанять? Я должен о нём знать, как минимум. Это ты осорожен. Если получится найти человека, я бы с удовольствием... На какие деньги вы сейчас рассчитываете? На мои. Ну, ладно, тем более, у тебя есть чёткий готов. Когда ты собрался запустить сервис? Он работает. Он работает, хорошо. Вот по тебе, Лёва, я прямо точно скажу, это важная формулировка, чтобы все понимали, чем отличается стартап с моделью венчанного привлечения инвестиций от малого бизнеса. Для себя различаете это? Да ведь? Потому что одни растут за счёт дикого роста доходов, от оборотов, не имея прибыли, по сути, очень часто. Вторые растут на марже, то есть на норме доходности, на норме прибыли. Тебе внутри какая модель ближе? Мне внутри выгоднее, у меня ближе к тебе деньги зарабатывать. Ты больше интерпренёр во второй группе, ты ближе к малому бизнесу. И твоя целевая аудитория – малая компания. Да. И реально тебе надо точно понимать, что ты не в венчурной картинке, скорее всего, растёшь. У тебя есть история про венчуры, но она должна быть очень глобальной. То есть потому что рынок малых компаний, вот тот, на который ты сейчас нацелился, супермалых компаний, малоплатёжеспособных, он круто есть на самом деле. Он очень большой, в глобальном рынке. Я могу сказать, что даже большинство американских компаний, они в госполитику аккуратно вписываются сюда. Они же страны третьего мира завоёвлены. Это же мягкая дипломатия. То есть каким образом Америка взяла международные рынки, глобальные рынки, Африка и так далее. Африка сейчас дикий рост дает по мобильным приложениям, по супермалым бизнесам, по микрофинансированию, по микроинвестициям. То есть это вопрос вот такой вот, знаете, это та война, которая проиграна в России, к сожалению, в глобальном штате. Но если мы готовы к этому, открыты, то в принципе, ну как бы на уровне, знаете, развития бизнеса, у тебя есть такая история, может быть, ты для неё созреешь, ты растёшь. А может быть, для тебя вот так вот родится вопрос тестирования твоего продукта на новых рынках. И тебе точно здесь понадобится маркетолог. Да. То есть это вот на тебя важно. Хорошо. И мы твой вопрос ставим, как? Как нанять? Или что у тебя? У тебя проблема в чём в команде? Ну, вопрос в команде это всегда доверение. Доверение на тебя. Это твоя внутренняя часть. Да, это моя. Ну, как бы я не могу работать с человеком, которому я доверяю. Хорошо. И из ближних вот таких вот вещей тебе надо простроить сейчас. Вот на моё время, да? Простроить ближайший план действий и понять, какие ресурсы, кадровые, потому что я по этой теме, да? Какие кадровые ресурсы тебе необходимы. Раз ты готов сам даже деньги платить, задачи ставить. Хорошо, что ты видишь, что ты должен быть квалифицированным заказчиком. Это здорово. То многие, знаете, предприниматели не считают нужным разбираться в IT, а потом удивляются, почему программно обеспечивая как работа. Это хорошо. То есть ты такой добротный, предприниматель. Такой вот, знаешь, это всё, я это как раз уважаю. Но моё ощущение, что тебе надо бы попробовать порасширяться. А ты что в майские праздники делаешь? Надо бы путешествовать. Причём это, надо куда-то съездить, вот посмотреть, как другие бизнесы живут, какими они там этими пользуются, или хотя бы в интернете попутешествовать. Я тебе туда не делаю. Да, тебе реально, вот у тебя вот такое, попробуй расширить своё сознание до глобализации. Ты английским хорошо владеешь? Видишь, компетенцию, которую надо точно направлять. Либо человек, который маркизал, точно должен быть в таком случае. Я нормально общаюсь, я единственное, что я пишу в пол. Главное, чтобы читал хорошо. То есть это, когда всё пишешь, это было очень важно. Хорошо? Вот, Лев, вот у меня тебе такое пожелание. Я тебя хочу вот так увидеть. Слава. У нас проект онлайн-диагностики дистанционной медицинской помощи. На данном отрезке времени у нас очень небольшая компактная команда. Мы с проблемами, которые отвечают за программную историю. Я лучше занимаюсь за понимание в общественной стратегии и за, скажем, оживление всего этого и динвестеризацию. Есть еще человек, который, скажем, административный пункт все разлуливания, все вопросы, как у себя в строении, и так далее, для себя занимает. А я думаю, что в данном курсе мы должны как-то определиться. Мне очень история понравилась со стажерства, потому что я действительно... У меня просто основной бизнес-недвижимость, и за какое-то время я, в принципе, прокатываю, вопрос, он очень понял, и мне очень нравятся студенты-вышки. То есть, когда у меня собеседование с людьми, студенты-вышки всегда пишут. У меня есть коронные вопросы, которые я задаю в конце. Вот видите, у кого можно поспрашивать. Да, да. Например, как только студенты-вышки имеют показор, который сейчас не очень важен. И вот эта история со стажерством мне нравится у вас. И, конечно, какое-то вот введение от и до, скажем, построения команды тоже интересно. Какие новые идеи придут, сфера венчурного, скажем, бизнеса, интернет-бизнеса? У меня там весь бизнес начался с интернета, но он не коммерциализируется как интернет, он является основой для других бизнесов. А вот именно бизнес в интернете ради бизнеса в интернете такой проект вырастить, сделать его в команду, превратить, так далее, так далее. То есть, это новый вызов, который может добавить. Хорошо. У тебя какая основная задачка именно в кадрах, в команде? в кадрах вообще определиться, в каком масштабе где эта команда должна быть. Она должна быть ядром здесь, или она может быть рассыпана там в каких-то вообще уголках, сеть это или не сеть, или это может быть семья. да, да, да. То есть мне важно заниматься какой тип команды и какой тип организации вообще компании наиболее максимально. Спасибо. Это тоже очень хорошая вещь. Надо найти светик. Да, на хромах надо вот эту книжку найти. Хорошо. Записки. Записки, заметки на салфетке. Еще тебе лучше сидеть с губкой, а то ты так, как в аквалиуме, это не очень. Мне кажется, это самый полезный будет. Ну, ладно, окей. Спасибо. Сережа. Я знаю, Ваши цели уже зовут. У тебя может быть свое видение. Что тебе лично актуально в теме управления командой, командой стартапом? Это твой первый стартап? Нет. А ведь у тебя не более экспириенс есть. техническая часть и все просто. А мы мы можем это сделать, но в любой стране нам это сложно сделать. Смотрите, у нас пока все технологии. Почему бы нет? Вот, как бы с технической части. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Харрик. У нас команда два человека. Мы разработчики мобильных приложений. Мы делаем аудио-навигатор для слепых, слабо-людящих людей. На самом деле подсказками, куда нужно идти. По поводу компетенций, какие нам нужны, мне кажется, что это финансист, маркетолог, юрист точно. И, возможно, продажа. Здесь я для того, чтобы понять, во-первых, кто мне точно нужен и в какой момент. Какой национал пришло. Вот, такую разработку я делал, открылый мобортакт Сергея Иванович.